Добрый день! Вы слушаете Радио Алмазный Край. В эфире наша еженедельная передача студия 102 и 4 FM. Сегодня мы будем говорить о радиошоу «Ананасы», но не проводить его, а именно говорить. Дело в том, что данный проект победил на шестом международном конкурсе среди организаций на лучшую систему работы с молодежью в номинации «Молодежный кураж». О том, что это за кураж такой и как легко было его поймать, расскажет наша гостья, как раз организатор и автор проекта «Ананасы» Елена Бруй. Елена, добрый день тебе! Привет! Приветствуем, коллега! Всем добрый день! Ну что ж, рассказывай. Итак, сейчас ты находишься на кураже. В связи с чем? Благодаря «Ананасовой» передаче наша команда «Молодежного пресс-центра» действительно на кураже. И об участии в конкурсе скажу, что мы готовились год к этому конкурсу. Мы узнали о нем в 2017 году, узнали, что есть такая номинация и задались целью поучаствовать и победить. Это казалось труднодостижимым, потому что конкурс был большой, около ста проектов, даже больше, кажется, заявлялись на первый тур этого конкурса, и в финал прошли 43 проекта. А где сам проходил этот конкурс? Конкурс проходил в городе Егорске Ханты-Мансийского автономного округа. Ну, насколько мы знаем, этот конкурс заявлен как международный конкурс. Вот ты уже сказала, что 43 проекта приняли в нем участие. А кто были ваши конкуренты, самые яркие, самые интересные? Конкурс отличала достойная конкуренция. Ребята были уверены с крутыми проектами, мы обменялись опытом, есть чему поучиться нам, у этих ребят, и также и наоборот. Поэтому нашими конкурентами были, можно сказать, сильнейшие и лучшие из лучших. Но в основном, с кем мы соревновались, это, конечно же, «Газпром», проекты молодежной «Газпрома». А что за проекты там у них были? Тоже на радио или что-то еще? Совершенно разные проекты, но подобной какой-то передачи или молодежного пресс-центра, как структура, заявлено, вообще не было. Мы, конечно, удивили всех. Вы были уникальны, да? Вы были уникальны, признаны лучшими. Если честно, мы не ожидали, мы настраивались на достойное участие в финале международного конкурса, потому что гордостно, хорошо представлять такой результат работы, но все-таки мечтали о победе. Когда объявили, мы были в шоке. Я вообще была разутая сидела, так в шпильках такая, и три секунды не выходила, представляете? Какие-то комментарии были от жюри по поводу победы на путственные слова? Да, отличили нашу презентацию по подготовке. Мы с ребятами сделали видеоролик, отметили четкую презентацию по критериям этого конкурса. Мы тщательно прорабатывали бессонной ночью накануне, чтобы попасть в десяточку. Отметили эффективность этого проекта как структура работы с молодежью, как системы, потому что проект от многих отличался системностью, периодичностью, что каждую возможную пятницу, ну кроме технических выходных каких-то, устойчивая команда ребят, всех удил в состав этой команды, что геофизики, инженеры, спортсмены, они пробуют себя в роли радиоведущих, и что за часовым эфиром скрывается большая подготовительная работа, и потом тиражирование передачи, что новости уходят в Инстаграм, и трансляция сохраняется. Понятно. Ну если говорить уже о самом проекте, давай напомним нашим слушателям еще раз то, что радиошоу «Ананас» — это шоу молодых специалистов. И ты уже вкратце вот сказал то, что и геофизики, и инженеры участвуют в этом проекте. Но если вспомнить, как поменялись за минувшие 50 выпусков те самые ведущие, то есть заметны ли сейчас отличия того, как они вели до того и как они ведут сейчас? Незначительно поменялся формат передачи на самом деле. Мы почти сразу начали вести трансляции. Я надеюсь, что с каждым выпуском становимся интереснее, потому что азарта и желание сделать передачу лучше появляется все больше, что удивляет многих, и удивлялась особенно в начале успеха этого проекта. Я уверена, что да, уровень ведущих стал лучше, потому что мы периодически проводим семинары для ребят, пресс-центры для ведущих. Они постоянно слушают эфиры, слушают себя. Мы каждый эфир обсуждаем на наличии ошибок, говорим мнение о том, как произошел эфир, как его готовили. Я думаю, что из-за обратной связи друг друга и более компетентных ведущих становимся лучше все-таки. Такой наглядный пример того, что к нам тянутся, стало то, что учащиеся в школе журналистики слова, ребята, в основном девушки, то есть только девушки, старшеклассницы, они посещают нашу радиопередачу каждую неделю и пробуют вести новости. Можно сказать о том, что мы уже воспитываем в себе смену в количестве десяти ведущих потенциальных на нашей радиопередаче. А, то есть уже взялись за молодое поколение. Да. Хорошо. Ну, сейчас скажу сразу про молодое поколение, что из-за того, что, наверное, маленький город или все-таки то, что единственная радиопередача молодежная, мы выходим за рамки молодых специалистов и прислушиваемся к советам молодых людей, школьников, студентов, рабочей молодежи других организаций, о том, что им интересны не только новости компании, поэтому если обратить внимание на наши эфиры, то у нас много приглашенных не только из компании, и новости теперь мы стараемся подбирать еще вне. То есть позиционироваться как настоящая молодежная передача без сильных ограничений. Ну и таким образом расширяете свою аудиторию и число участников. А вот мне интересно, с какими трудностями вам пришлось столкнуться, вот когда только первые эфиры начинались. Наверняка у кого-то была боязнь микрофона, у кого-то боязнь вот такого замкнутого пространства, потому что сейчас как раз на камере видно, что мы сидим в маленьком таком помещении. Вот с чем пришлось столкнуться? Через что пришлось пройти, преодолеть? Во-первых, это превращение этой передачи в систему. Мы понимали, что успех проекта зависит от системности, от постоянности. Это самое сложное, потому что у всех основная работа, почти что у всех на руководящих должностях, очень большая общественная занятость. И это очень сложно, находить время для подготовки. Мы посчитали примерно три часа в неделю, час драгоценного пятничного обеда, чтобы это было постоянно. Вторая сложность — это, конечно же, непрофессионализм, желание сделать хорошо, боязнь микрофонов, эфиров, людей, пауз внезапных глупых вопросов. Прямого эфира. Это очень страшно всегда, каждый раз волнительно. Вот основные сложности, которые у нас были. У вас достаточно много и гостей, которые приходят к вам, в том числе рубрику «Без галстуков» можно вспомнить. И любопытно, какой-то фидбэк, обратную связь вы получаете от гостей, которые уже побывали у вас, и, может быть, что-то они рассказывали о своих впечатлениях? Наверное, основной мотивацией нашей передачи к созданию постоянно, к тому, что мы не бросаем это дело, является именно обратная связь. Во-первых, от гостей эфира, потому что каждый сказал, что это какая-то особенная атмосфера. Гости рубрики «Без галстук», руководители разных предприятий, они тем более в некотором шоке, в восторге, потому что они получают такую концентрацию молодёжных новостей, общаются с разными молодыми ребятами и немножко возвращаются в свою молодость, потому что вопросы в основном об их личности, не о работе. И стараемся вдумчивые вопросы задавать, поэтому много раз слышали о том, что какой-то возврат в молодость и какой-то повод задуматься, потому что вопросы бывают серьёзные. И это становится действительно событием. Кроме того, что они волнуются перед эфиром очень сильно, мы обсуждаем вопросы, они переживают больше, чем мы, наверное. Потом это ещё такая обратная связь, и впечатления, конечно же, долгие. Поэтому да. Ну, одной из фишек «Ананаса» стал как раз Инстаграм. Инстаграм-трансляция, в том числе и мастер-классов. Скажи, кто стоял за этой идеей, а именно за придумкой как раз проводить во время эфира что-то совершенно неэфирное, что нельзя услышать, но можно только показать. Будь то даже создание каких-то вышивок, по-моему, и что-то из оригами, из бумаг вы делали уже под Новый год. Что-то вроде причесок. Да чего только не делали. Мы уже в студии и красились, брились, делали поделки, отжимались, то что только не было. Чего только эта студия не видала. Да, да. И мы пришли к этому постепенно. Понимание того, что видеоконтент, он должен быть каким-то особенным. Мы должны как-то поощрять зрителей, кто смотрит трансляции, чем-то интересным. На самом деле нам подсказал Олег Дюгай, наш почти постоянный звукорежиссёр. Он говорил о том, что вам интересно было бы проводить что-то кого-то отдельно для Инстаграм-эфиров. Вот что-то отдельно для Инстаграм-эфиров. Потом мы уже поняли, что с популярностью на мастер-классы, на продуктивное времяпрепровождение нам нужно использовать мастер-классы. И поэтому рады, что задумка нашла отклик. Это очень тяжело воплощать, совмещать и радио, и видеоконтент. Но мы стараемся и думаем, что со временем это будет лучше получаться, чем сейчас. Ну, возвращаясь к самому конкурсу, если вспомнить, что вы не только привезли вот такой вот красивый грант в золотой, скажем так, рамочке, но ещё этот грант был всё-таки в денежном выражении. Сто тысяч рублей. Уже есть какие-то версии, какие-то предложения, на что можно эти деньги употребить? Искреннее желание, конечно же, ящик ананасов. Хорошее желание. Если, конечно же, мы рассматриваем грант как важный ресурс для совершенствования, для дальнейшего продвижения радиопередачи. Первая наша версия, что нам средства необходимы для приобретения видеоаппарата, камеры, микрофона, диктофона, в общем, необходимых... Айфона. Айфона, может быть. Средств, чтобы делать качественную видео-версию ананаса для опубликования на Ютубе. То есть мы думали о том, что, может быть, несколько камер снимать. Инстаграм-трансляция плюс отдельная камера, например. Но сейчас в раздумье нужно обсуждать это ещё. Но однозначно это в направлении видеоконтента и версии на канале Ютуб. Совместно как-то с медиакомпанией «Ломазный край» нужно продумать, может быть, есть какие-то имеющиеся средства. Вот, кстати, об этом я тебя и хотел спросить также. Ведь достаточно часто я слышу упоминания о том, что неплохо было бы сделать какую-то ТВ-версию ананасов. То есть не, скажем так, не для Ютуб-канала, не только для Ютуб-канала, но именно ещё и для телевидения. Вот что ты думаешь по поводу этой идеи? В прямом эфире. Хороший вопрос. Ещё один вопрос. Да, хороший вопрос. В прямом или в записи? Ну, с тем, что мы занимаемся... Вся команда ананаса, 90% из ребят, которые задействованы в направлениях серьёзных, о новых проектах малых специалистов. Поэтому, исходя из принципа «лучше, меньше, но качественнее», мы намерены только на Ютуб-канале, потому что мы прекрасно понимаем, что видеопередача — это огромнейший труд, ресурсы, время, которого у нас нет. Поэтому мы хотим совершенствовать хотя бы вот такую версию, что у нас есть. Но, конечно, в разряде мечты в идеале это передача, конечно же. Но если бы это были какие-то отдельные люди, маховик времени, чтобы делать 50 часов в сутки, мы бы были рады. Но, правда, оценивая, как есть всё, мы понимаем, что максимально, что может быть, это появление ещё одной камеры, минимальный монтаж для Ютуб-версии, потому что радиопередача медиакомпании «Ламазнокрай» — это более качественная, вдумчивая работа, работа монтажёров, дизайнеров и многих людей, которых у нас нет в команде. — Пока. — Пока. — Надеюсь. — Да. — А в каком направлении дальше будет развиваться радиошоу? А на нас будут ли какие-то изменения, нововведения? Планируете что-то? — Да, мы постоянно хотим меняться, что-то всегда пытаемся новое придумать. Есть задумки, даже пара, наверное, пара-тройка рубрик, что сделать и... — Приоткроем завесу тайны или пока рано? — Да нет, наверное, пока рано. Нужно это всё попробовать. Но, наверное, с января мы в таком режиме до декабря планируем с января какой-то апгрейд передачи, какие-то смелые задумки воплотить, потому что есть устойчивая обратная связь и есть примерные представления, как улучшить передачу. — Самый запоминающийся для тебя эфир как раз в рамках самого проекта «Ананасы». — Ну, кроме первого, наверное, потому что это всегда запоминается всем. — Да, первый это был. Конечно, выдающимся эфиром и большой победой для нас стал эфир с генеральным директором. Когда Сергей Сергеевич к нам подтвердил намерение о своём визите, это был самый страшный эфир, потому что, несмотря на то, что мы уже к тому времени провели определённое количество передач, мы продумали вопросы тщательно, настроение у нас было прекрасное, но был страх огромный, и эфир, на удивление, прошёл расслабленно, потому что как-то моментально создалось такое настроение, и нас реально заразил позитивом Сергей Сергеевич. Моментально прошло это волнение, и мы даже не успели задать большей части вопросов, что подготовили, потому что мы думали, что будут, как часто происходят какие-то паузы, нужно будет заполнять вопросами, мы не успели поговорить до конца, мы ждём с нетерпением следующий эфир, потому что остался вот такой список вопросов и от наших слушателей в том числе. А всё-таки самый незабываемый эфир, был такой момент, но я не помню, кто был в гостях, я просто помню то осознание, когда я поняла, что у нас уже слаженная команда о том, что мы уже ни вдвоём, ни втроём переживаем о том, что будет на передаче, что это какой-то слаженный неравнодушный механизм, где ребята вкладываются душой. И в один прекрасный момент внезапно на эфире я это поняла, аж были какие-то мурашки, потому что я посмотрела вот так немножко со стороны, как ведущая новостей готовится, как мой ведущий тоже волнуется, что-то интересное рассказывает, как ведущий инстаграм-трансляции какие-то свои фишки придумывает. И это осознание того, что от идеи до реализации получилось пройти действительно сильные тысячи шагов, это было незабываемо. Вот какой-то такой момент был классный. То есть осознание того, что всё-таки получилось. Да, да. Но ты сейчас рассказала о самом таком ответственном, самом страшном эфире, о самой забористой, скажем так, эфир, который… Когда всё пошло не по плану. Такие же бывают? На самом деле часто у нас бывает, когда всё идёт не по плану. Это очень сильно воспитывает в нас не только такое качество стрессовых ведущих в любой ситуации. Наверное, каждый эфир – это хороший тренинг личностного роста. Помимо того, что организаторские способности, но ещё какие-то ситуационные задачи, которые приходится решать, была масса курьёзных, странных случаев. У каждого ведущего наберётся десяток историй, наверное. И каждый второй эфир идёт не по сценарию. Неожиданным поворотом, с разным настроением. Поэтому мы уже настроены на это, относимся как к нормальному. Если что-то пошло не так, значит, всё идёт так, скажем, наверное. Хорошо. Если говорить ещё об обратной связи, а именно как раз о связи с работодателем, потому что к вам приходят инженеры как раз и вести те самые передачи, и также в качестве гостей. Как относятся сами работодатели, а именно начальство, может быть, и коллеги к тому, что кто-то из них пришёл, рассказал о предприятии, представил это предприятие? Может, какие-то напутствия дают или вообще не обращают внимания? Ну, обратная связь коллег, особенно более взрослого поколения, она всегда неожиданно тёплая. Потому что рассказывают, что специально слушают в машине, дома, через приложение на телефоне. Если вдруг представитель какого-то предприятия приходит на эфир, это действительно повод для гордости, и слушает всё предприятие автоматом. Поэтому, конечно, всегда какие-то есть замечания, есть предложения. Мы очень тщательно к этому относимся, внимательно, и каждый раз пытаемся это исправить. У нас мгновенно происходит одно какое-то сообщение, слово услышанное, что-то мы сразу принимаем во внимание, как-то пытаемся исправить. Ну, это одно какое-нибудь такое замечание, которое вы приняли во внимание и которое как-то помогло в дальнейшем. Ну, например, что у нас слишком много смеха в эфире. У нас был такой эфир. Ну, когда переполняют эмоции... Давай вместе сейчас посмеёмся. Слишком много позитивных эмоций. Было такое замечание... Это как-то слишком постановочно вышло. У нас это выходит... Надо сказать, что мы пишем сценарий на всякий случай, когда может это сбить с мысли ведущего неопытного, чтобы легко не проворонить драгоценные минутки эфира, чтобы сразу войти в текст. Мы прописываем всё. Но все ведущие уже используют сценарий как тезисный план. Просто что говорить и когда, в каком объёме. Но шуточки... Конечно, это важно. Но шутки какие-то, особенно с гостями, с классными руководителями в рубрике «Без галстук». Всегда это происходит вот так в моём эфире. Поэтому невозможно сдерживаться. И принимаем во внимание, что мы позиционируемся как радиошоу в пятничный обед, настраивая на позитив. Поэтому мы так... Ну, как-то приняли. Кстати, я сам... Ну, приняли во внимание, но... Количество смеха пока не уменьшили, да? Немножко. Пытаемся. На самом деле, нам очень мало времени в эфире. Бывает такое, что не успеваем со всеми поговорить по максимальному количеству минуточек, как бы нам хотелось. Но... Нет, мы не приняли во внимание. Оказывается... Просто это самое такое странное замечание было. Поэтому запомнилось. Как молодёжь на радиопередаче, может быть, без этого, когда у нас в команде ребята-квенчики. Вот, поэтому... Это само собой разумеющееся, конечно. По замечаниям, кстати, от самих молодых специалистов мы получали больше... Больше предложений получаем о том, кого пригласить в эфир. Иногда нам пишут по линку просто. Пригласите его на эфир того-то, того-то. Задайте ему какие-то вопросы. Это всё собираем и пытаемся исполнять. Ещё один аспект. Это как раз те самые новости, которые, как мы выяснили, читают уже. Как раз, возможно, будущая смена, новое поколение. Откуда берутся сами эти новости? Как вы их находите? Как составляете? Наша передача благодаря системности уже стала основным ресурсом новостей, сбора новостей. Это позволяет, во-первых, держать руку на пульсе, действительно, что происходит в молодёжной среде. И, во-вторых, служит своеобразным мотиватором. Некоторых ребят, которые где-то побеждают, уже целенаправленно отправляют в нашу радиопередачу руководителей, начальники, с тем, чтобы поощрить всё равно приглашение молодого специалиста того или иного подразделения. Это всегда гордость. Мы очень тщательно отбираем наших гостей. И если про каждого почитать, кто к нам приходит, это всегда какие-то удивительные ребята, которые помимо работы занимаются чем-то интересным и достигают в этом успеха. Ещё мне кажется, что передача – важный такой пунктик корпоративной культуры. Вот это такое эфемерное понятие. Но мне кажется, что такие эфиры, когда мы приглашаем руководителя, рассказываем о его личности, а его отношение к молодёжи, к компании, к развитию её, оно создаёт такое правильное отношение к нашей компании и определённое отношение такое позитивное. Поэтому как момент, наверное, стоит это отметить. Ну что ж, я думаю, что пришло время ещё раз напомнить нашим слушателям, что говорили мы сегодня о шоу «Ананасы», которое выходит, между прочим, на радио «Алмазный край». По пятницам как раз с часу до двух, и это значит, что стоит как раз переключиться на нашу волну, в прямом эфире поддержать молодых специалистов, послушать, много ли там действительно смеха или мало. Вот, действительно. Ну и в том числе посмотреть на то, что за мастер-классы происходят и проводятся вот в этой студии. А задавать вопросы, в конце концов, подключиться к Инстаграм-тосляции и поучаствовать в шоу. Наверное, о самом несерьёзном шоу, об одном из самых несерьёзных шоу мы сегодня говорили. Серьёзно. Серьёзно, да. Похвалили, конечно же, и поздравили всех участников проекта «Ананасы» с победой как раз в конкурсе, который называется «Международный конкурс среди организаций на лучшую систему работы с молодёжью» в номинации «Молодёжный кураж». Длинное, но хорошее название. Лен, тебе отдельное спасибо напоминаю, что гостем у нас была как раз автор проекта «Ананасы» Елена Бруй. Ну, а мы с вами услышимся, ещё увидимся. На следующей неделе. На этом всё. Напоминаю, что зовут нас Григорий Втоди, Татьяна Тестова. Счастливо. Пока-пока. Спасибо за беседу. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова